ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое джиппи? Никто не знает. Давайте разбираться. Джиппи – это 8-битная игровая телевизионная приставка, производившаяся в Китае по заказу компании Атлантида и распространявшаяся в Донецкой области, все той же украинской компанией Атлантида Энтерпрайсис, так и в Объединенных Арабских Эмиратах, но уже компашкой Глотра Тендинг. Возможно, кто-то сразу скажет, что это простой клон оригинального японского Famicom. Это действительно так, и сам по себе он уникален, так как в отличие от оригинальной системы и других клонов, он имеет ряд преимуществ, таких как наличие 3,5-мм разъема для наушников на задней части геймпадов, Звук чистый, насыщенный, без фона и без всяких примесей. Во всяком случае, по некоторым заверениям, сам проверить не могу, объясню позже почему. Видеосигнал выводится не в привычном NTSC или PAL-формате, а в SECAM, что позволяло воспроизводить игровой процесс в цветах на всех распространенных на тот момент телевизорах, как советского, так и постсоветского производства. Наличие дополнительного тумблера на боковой части геймпада, включавшего режим замедления через рапидное срабатывание кнопки старт. И еще она была полностью совместима со всеми аксессуарами других денди-образных консолей, для тех, кто не знал. Кстати, я тоже. Сама приставка выглядит следующим образом. Как видно, ее корпус был идентичен китайским приставкам Terminator или Ending Man, распространявшимся в России, но был выполнен из более качественного пластика и оттиска формы. Дизайн маскота, как уже можно было понять, Бегемотик. Он был разработан коллективом компании Атлантида при участии профессионального художника в Донецке. В 1993 году продажи приставки сопровождались рекламной кампанией, включавшей в себя рекламные ролики по региональному каналу, а также несколько выпусков телепередачи GP Club, которые по аналогии с телепередачей про Dendy информировали телевизионную аудиторию о приставке GP и играх с ней. А также проводили конкурс с вопросами и последующим приглашением победителей в студию для съемок викторины с призами от компании Атлантида. Я бы вам показал фрагменты из данной передачи, но, к сожалению, таковых не нашлось в интернете. Их попросту нет. Почитайте комментарии с форума и все сами поймете. Стоимость игровой приставки в то время составляла около 3 миллионов украинских купонов или карбованцев. Честно сказать, сложно, сколько это по нынешнему курсу, но это было достаточно дорого. И все вроде неплохо, но уже в 1994 или в 1995 из-за разногласий партнеров проект полностью прекратил свое существование. На территории Донецкой области и Украины в целом было продано около 10-15 тысяч экземпляров. Также около 5 тысяч было продано в столице России, в Москве. На сегодняшний момент судьба компании Адлантида мне неизвестна. Ну, вы же понимаете почему. И, быть может, я бы вам показал это чудо вживую. Могли бы во что-нибудь поиграть, все-таки 8-битка, все те же игры от Dendy или от Ness или Fimicom. Но этой приставки нет на OLX или Авито, что говорит о том, что это редкая приставка и малопопулярная. И сейчас положение далеко не лучшее. Сами понимаете, про что я говорю. Надеюсь, намеки и какие-то подробности не нужны. Все, завершаю это видео.